МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельского облаканкама, на якой названы проритетные накерунки на 2016 год. Чым обумолены нововведения, что повинно змяниться в деятельности самих идеологичных работников, ведает Олег Сентюров. Керевники Министерства информации и культуры, выконавших комитета у всех узровню, главные редакторы региональных газет, представники областных структур громадских организаций на коллегию Головного управления идеологичной работы запросили около 300 человек, тех, кто вызначает идеологичную политику, и тех, от кого залежит эффективность ее реализации. Проанализовать поспехи и недопроцовки, как докладно вызначить перспективные накерунки дальнейшей работы, ибо дай одна из головных задач – озмацнение кадрового потенциалу. Сегодня у ОМАЛЬ 60% представников идеологичной вертикали Гомельской области стаж работы на займаемой посаде не перевышая 5 годов. Переважная божесть идеологичных работников свыше 75% жанчины. Правда, неких зовах минавито до их работы никто не выказывая. Потребование для всех одно – головное, чтобы специалист мог прийти в любой коллектив и отказать на любое питание. Люди, которые не боятся идти в трудовые коллективы, встречаться с населением по месту жительства, открыто говорить о самых актуальных проблемах, о том, что сегодня есть проблема, но всегда есть пути ее решения. Всегда нужно открыто смотреть людям в глаза и дать возможность людям высказать эти проблемы. Значная увага в этом году удосконаливанию работы региональных СМИ. Зараз на Гомельщине зарегистрированы 24 державных газеты с огольным тиражом по 165 тысяч экземпляров. Иншая справа, что сегодня эффективность их работы оценивается уже не только колькостью надрукованных сторонок. Необходно больше активно працевать в интернет-просторы. Навод властные сайты теперь уже не подставят до гонору. Это сегодня создание специальных приложений мобильных для тех, кто хотел бы не только дома, но и в пути, в дороге пользоваться самой свежей и нужной информацией. Я сегодня хотела бы обратить ваше внимание, что мы должны формировать культуру потребления информации. Не застанутся по зауваге идеологичной ветокали и мероприемства, которые будут проводиться в рамках Года культуры. Тут в рамках широкий спектр работы от мониторинга культуры Паводина у керувникового субъекта господарня и захования дисциплины их подначаленными до модернизации полиграфичных предприемств и развития регионального радиовещания, плюс информационное сопроводжение таких социально-значных падей, як 75-е годы початку Великой Отчинной войны и 30-е годы Чарнобыльской катастрофы. Это и ваши фестивали, и ваши святы, и ваши помники на отражение традиций местовых регионов, то есть на все тое, что будет сприять и развитию культуры региона и увеличению культурно-туристического потенциала как раз в Гомельщине. И в протяге темы года культуры, подчас работы коллеги Головного управления идеологичной работы культуры и подсправок молоди, вручаются гоноровые дипломы меценатов культуры Беларуси, сервитов знагородженных, простонки предприемств и громадских организаций, которые унесли значный вклад в развитие Голины. Олег Семцеров, Валерий Гапанько, телерадокомпания Гомель. У Полески Державной радиоцинно-экологичный заповедник доставлено новое обсталявание. Это флюксер – плавильная пешка для опрацовки невеликих узоров глебы. Плавитель поставлен по линии супрасовниства с Международным агентством по атомной энергии в рамках реализации технического проекта. Нашим сегодня працуют в Ученые Полесского заповедника, высветлял Яуен Поболовец. Новый прибор гомельские в Ученые отримали литерально на днях. Ёноши на ватсалкам не распакованы. Флюксер, ци иншими словами – плавильник, уявляя собой плавильную печку для невеликих узоров глебы. Додают флюсы и при исплавлении вся минеральная часть глебы переходит в раствор. Так и вызначают наявность трансурановых элементов и стронца в полном объеме. Новый прибор даст махшимость в Ученым робить больше обгрунтованные выводы. Трансурановых элементов по цепи почвы, растения, животные. И вот наша Чернобыльская зона – очень хороший полигон для изучения этих переходов. Мы этим и занимаемся. МАГАТЭ этим интересуется. И мы им представляем соответствующие отчеты по мере выполнения этого договора. Международное агентство по атомной энергии працует с белорусскими в Учеными уже больше за 10 ходов. Зараз идёт выполнение четвертого полику технического проекта. Каб специалистам было больше спадрушно працовать, забеспечивать необходимые техники. При потребности МАГАТЭ некольких годов тому гэта новуковая лаборатория отримали самое сучасное обсталявание. Сегодня гэта дозволяет с высокой докладностью выбирать весь спектр аденуклида у глебы живёльного и рослинного свету гэта территория. Выники доследований у потым демонструются на новуковых конференциях. Публикуются у специальной литературы. У обовязковым парадку найкеровывается у МАГАТЭ. Цекавость до белорусской территории обумовлена особливостью шарнобыльской аварии. Особенность заключается в том, что практически все аденуклиды, которые в 1986 году выпали на территории заповедника, они были представлены в виде топливных частиц. По всем свете есть шмат местов с забрудженностью такого характеру, али значительно меньшего узровню. Таким чином, опыт в ученых полесках заповедника не оценны, и он дозволит с усветной науковой супольности быть больше готовыми до мягчимых техногенных аварий. Белорусы протягивают взаимодействие с МАГАТЭ. На ближайший час стартует новый проект. Плануется, что подчас этого сопротивления ученые отримают сучасный гамоспектрометр. Евген Паболовец, Дмитрий Радзянко, телерадокомпания «Гомель». Изменение тарифов и перелик у жилево-коммунальных послуг этой темы по ранейшему застаются одными из самых обмерковаемых. Сегодня под обязанностями этих и инших нововведений была просвещена программа «Задай пытание уладзе» на хвалях «Радио Гомель Плюс». Со слухачами веу размову намесник генерального директора Державного объединения жилево-коммунального господарка Гомельской области Олег Спиридонов. Подчас программы слухачи цикавились изменными тарифов не только на жилево-коммунальные послуги, а и на послуги агульных отделений лазни и душевых. Дарыш и ранее, гэты вид обслугования насельництвами у статус социально-значного и страты, которые несли предприемства, покрывались за кошт Державного бюджета. Однако у студии не уступила усилу постанова Совета Министров номер 8. У ответственности с этим документом спынено бюджетное субсидирование выдатков и предприемства вымышлены устанавливать новые тарифы, которые дозволяют им працовать бестратно. Если раньше было 30 тысяч, это было для всех по области, а для льготников это было 27, то сейчас есть и 120 тысяч, и 150 тысяч разовое посещение. То есть убытки такие были, несли предприятия. Сейчас все, и поэтому предприятия вынуждены, понятно, сами это все компенсировать. Традиционно напередоднезначных для краины дат БРСМ примают свои роды новобранцев. Сегодня с нагоды на доходящего дня оборонцевой отчины отбылось урушение членских билетов и значков школьникам Гомеля. 40 вушни у старших классов, которые достигнули успехов у науковой, творшей або спортивной деятельности, уступили у организацию. С билетами и значками яны полноправные члены БРСМ, а гэта дает махчимость корыстаться пылными перевагами. Гостью мурашистой церемонии стала ветеран Великой Отчины Войны Аэлита Самсонова. Жанчина рассказала про свое юнацство, житевую падзе и подкреслила сегодняшнее мирное небо – великий подарунок. Независимость нашей страны, Республики Беларусь, она была нелегким трудом заработана нашими дедами и прадедами. И чтобы они не лишний раз напоминали своим детям об этом и гордились тем, что именно наша страна независима. Сегодня усусветный день добра. У Гомельской областной библиотеки имя Ленина отбылся форум волонтеру под назвой «От дня добра до дня шастия». Удельниками мероприемства стали представники волонтерских организаций Гомельской области, громадского объединения БРСМ, Гомельской епархии и студенты Гомеля. Форум отбылся в рамках молодежного библиотечного проекта «Поколение мы» и открыл цикл широку запланованных волонтерских мероприемств. Это акции, накерованные на пропаганду читания, здорового ладу життя, а также разностайные культурные мероприемства, в делу которых сприяет творчему развитию молодых людей. На сегодняшний день у делу проекте приняли больше актрис половой тысяч шаловек. Проект «Поколение мы», який был различен на год, не выпадково отрымал протяг у 2016-м. Новое житё ему дают шматлики и пропановы молоди. Планы у нас, прежде всего, конечно, это развитие творческих молодых людей, потому что мы часто устраиваем, открываем новые имена, устраиваем художественные выставки, выставки, фотографии, музыкальные салоны, открываем новых поэтов и писателей. Уходе мероприемства отбылись дебаты, головная задача, яких высветлить, накольки важна для молодых людей тема добра, спагады и милосердности. Для тех, кто только начинает займаться волонтерской справой, отбылся майстер-класс, накерованный на развитие коммуникативных сдольностей. Форум волонтеров дау старт доброшины акции по сбору канцелярских приналежностей и цацак для выхованцев Гомельского городского центра коррекцина развивающего научание и реабилитации. А пошним днём акции станет 20-го соковика, сусветный день шастя. У выставочной зале университета имя Франциска Скарына открылась экспозиция «Погляд у природу». Это первая персональная выстава гомельчанки Ирины Кураченка. Открытие этой экспозиции во университете шакалидолга. Вядомая и любимая выкладщица биологичного факультета Ирина Кураченка рыхтовалася до творчого дебюту каля года. У этом починании ее потребовалось семьями, наведо тому экспозиция отрималась домашняя и утульная. Коллекция фотосдымков, а их каля 70 – это своясабливое доследование особистых относинов с новокольным асяротем. Тут можно знасти и привожие мясины гомеля, и картки звандровок, а лея галуна частка работ – фотографии сдаши семьи Кураченкау. Людям приятно здесь быть и посмотреть, когда мы говорим о малой родине, то для этих людей малая родина – это их дача. В каждом уголке красота, гармония и какое-то философское понятие мира. В Житковичах после реконструкции пошел функционовать один в городе плавальный бассейн. Жахары райцентры шакали открытия этого спортивного объекта больше, как три года. Модернизацию ожитивляли у ответственности державной программы развития Прыпятского полесия. На открытии бассейна побывал Максим Савин. Проект каштавал областному бюджету больше, как 23 миллиарды рублей. Гроши немалые, однако справу зрабили вельми важную. Бассейн працуе у сяго некольки дзен, а расклад занятка у обе-двух чашах – малой и великой – уже довольно насыщены. Тут займаются выхованцы мясцовой спортивной школы, якой належит спортивный объект. Уже набрали три группы, однако жадающих на шмат больше, тому отделение плавания будут поширать. Так само тут навучают плаванию школьников, могут корыстаться послугами бассейна и жахары райцентра. Даречи, ажиотаж с их боку великий, а тому простоевать без правы объект не будет. Людей очень много, желание у людей большое, соскучились по бассейну. Вечерник по два сеанса сейчас, в выходной день три сеанса, но если народ будет идти, понятно, будем увеличивать сеансы и будет гораздо больше. Ця перешний и былый выгляд и стан бассейна не льга пораунать. Зараз гэта сучасный спортивный объект оснащенный новым обсталяванням. Модернизация закранула амалю сё. Капитально адрамонтовали обезвит шаши бассейна. Вентиляцию распранальней замянили сантехнику, утеплили стены будынка. Усталявали новую систему водоподрихтовки. Зявилися тренажерная зала и зала для сухого плавання. Амалю всё выкнано будовниками ПМК-76 Гомельса в Газбуду. Подчас працы было немало нестандартных задач, с якими специалисты поспяхово справились. С бассейном, допустим, с водоподготовкой столкнулись впервые. Если люди этим занимаются, коллектив у нас довольно-таки хороший, сплоченный и грамотный, поэтому проблем в этом больших не составляло. Есть у мясцовых уладов планы по модернизации інших спортивных объектов у Житковичах. Перший на Чарзе городский стадион. Развитие по стадиону нужно там в следующий этап, который мы хотели бы там поработать, сделать наш центральный стадион лучшим. Максим Савин, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель» с Житковичау. Будущих зорок спорту шукают у «Гомеля» подчас проведения дзен детячей лёгкой атлетики. Мероприемство проходит под эгидой Международной ассоциации лёгкой атлетичной федерации. Удел принимают наученцы шатвертых классов. Плануется провести спопорничество и сярут команд школ у всех районов областного центра, а так само некоторых регионов Гомельской области. Переможцы примут удел у финале. Первыми в лёгкой атлетичном манеже спопорничали школьники новобелецкого района Гомеля. Усяго 10 команд, по 10 человек у кожной. Видеопрограммы так само 10. Это бег, скачки, розные виды киданья. Для юных удельников это худший гульня, а вот тренеры проглядаются до их сурьоз. Ребята покажут свою силу, ловкость, умение бегать, прыгать. И позволят отобрать лучших среди детей, те, которые смогут потенциально участвовать во всех дисциплинах легкоатлетических и не только. Эстафету у новобелецких школьников примут и дети из других районов Гомеля и в области. Финал с поборницей отбудется в мае. Лепшие команды с каждого региона разыграют головные призы. И на этом по колюсе у студии працавала Маргарита Шибукова. Всего доброго и до встречи в эфире.